И в продолжение темы. В Башкортостане ресурсоснабжающие организации объединят в агломерации и создадут информационную систему для мониторинга расхода субсидий в сфере ЖКХ. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Напомню, ранее в регионе выявили серьезные нарушения в использовании бюджетных трансфертов. В прошлом году в Башкортостане общая сумма составила 618 миллионов рублей. Из них только 145 миллионов были расходованы по целевому назначению, а именно направлены на ремонт инженерных сетей. Значительная часть замечаний КРУ Минфина касалась порядка субсидирования коммунальных организаций. Отмечалось, что субсидии, особенно в 2019 году, распределялись без каких-либо четких критериев. Как результат, не все средства направлялись на ремонт коммунальных объектов. Ряд организаций, к сожалению, допустили нецелевое использование. Так, например, одна из организаций направила субсидию на приобретение экскаватора. В другом случае было допущено использование субсидий на зарплату сотрудникам. В результате и у директора, и у замдиректора одного из предприятий зарплата в 2,5 раза превысила нормативную. Отмечу, в республике создают дорожную карту по урегулированию вопросов в сфере ЖКХ. В ее проект вошли такие мероприятия, как переход от межбюджетных трансфертов к целевому субсидированию коммунальных организаций, а также проработка применения механизма зеленых облигаций ЖКХ.